Всем привет! Вы на канале Лозница и меня зовут Вика. Сегодня я буду расплетать эту гору косичек. Все-таки 7 пачек было много и проходила я с этими косичками всего лишь день, но они мне очень понравились в то же время, так что если будете плести, берите поменьше пачек каниколонов. На самом деле расплетать их очень легко, я просто начинаю с кончиков и по чуть-чуть собственно расплетаю косички и главное не просто расплетать косичку, а сразу проходиться по длине каниколона, чтобы он у вас не путался. И затем, когда вы уже расплели почти до конца, когда уже можно просто снять каниколон, вы его снимаете и потом уже дорасплетаете так в ручках. Вот как он у нас был. Я беру и аккуратненько его складываю все в одну прядку и вот все, у нас каниколон целый. И дальше расплетаю также. Начинаю с кончиков, аккуратно по чуть-чуть двигаюсь вверх и прочесываю каждый раз каниколон. Так как у меня много цветов на голове, то я решила отдельно каждый цвет распускать, чтобы сразу собрать целую пачку каниколона. Вот у меня уже все косички расплетены желтого цвета. Больше нет вроде. И как я его расчесываю? Я просто очень плотно его зажимаю в кулак, оборачиваю на пальчик и с кончиков начинаю расчесывать, двигаясь вверх. И вот, собственно, получается так, что я еще раз могу использовать и даже не раз этот каниколон. На самом деле расплетать это проще, чем заплетать. Заплетала я пять с половиной часов, расплела за час. Все эти косички. И вот так вот я снимаю видео для вас все время. Мнутка юмора. И продолжаем. Следующий цвет. Также собираю все в одну кучку и потом буду расчесывать. Главное, аккуратненько расплетайте и сразу прочесывайте каниколон пальчиками. То есть распределяйтесь, чтобы не путались концы каниколона. Потому что если вы будете расплетать только в той области, где у вас заплетена косичка, а кончики не будете проходиться, то они у вас запутаются. И вот так вот я каждый каниколон, каждый цвет завязываю пока на узелок и прячу, чтобы потом с ним разбираться. Потом я буду каждую пачку завязывать по центру резиночкой, заплетать косичку и все складывать в упаковочку. И так оно у меня хранится. И я пользуюсь одним и тем же каниколоном очень много раз. Я не знаю, это зависит все-таки от качества или от того, как им пользоваться. Ну правда, этот каниколон, который я заказывала на Алиэкспрессе, я брала у одного и того же продавца и пока очень довольна. Так что я даже не знаю, с чем связано то, что мне очень часто пишут, что путается, ничего невозможно заплести. Мне все-таки кажется, что это зависит от качества. И вот, я все расплела, осталось снять резиночки. Резиночки я ни в коем случае не обрываю, не стираю с волос. Я беру распарыватель вот такой вот и просто вот одним движением, бац, резиночка разорвана. То есть и мне не больно. Я вот этим вот тупым кончиком завожу, чтобы не порезать волосы. Это не больно, то есть резиночка сразу обрезается и снимается. Просто такие маленькие хвостики руками будет неудобно обрывать, да это будет и больно для рук. А задирать с волос тоже очень больно. Такая процедура безболезненная и вот получилась даже вот такая крутая укладка, с которой еще можно ходить. Очень круто. Вот такая вот гора каниколона была у меня на голове. В общем, я все равно хотела косички, так что сейчас я вам озвучиваю это видео и сижу уже с новыми косичками. На видео я не снимала, конечно, потому что это очень тяжело. И заплела их тоже за 6 часов, но они уже мелкие. И там, и тут у меня 3 пачки на голове. Так что всем желаю красивых косичек, а я буду с вами прощаться. С вами была Лозница Вика и всем пока!